В данном видео я расскажу о новейшем российском вооружении, что впервые было использовано именно в украинском конфликте. А некоторые образцы даже создавались и модернизировались специально для него. Но для начала хочу напомнить тебе, что подписчики на Boosty получают ранний доступ к тем видео, что выходят на ютубе. Также специально для них регулярно продолжает выходить эксклюзивный контент. К примеру, на днях я рассказал о возможности вступления белорусской армии в украинский конфликт и как это примерно может выглядеть. Все ссылки в описании под видео. Ну а начнем мы с боевой машины поддержки танков «Терминатор». Данная машина разработана Уралвагонзаводом по собственной инициативе и принята на вооружение в 2018 году. Создана на основе танка Т-72А. Комплекс вооружений состоит из двух 30-мм пушек, четырех пусковых установок управляемых ракет типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и танкового пулемета «Калашникова» калибра 7,62 мм. Экипаж — три человека. Основная задача ее в бою заключается в подавлении противотанковых средств поражения. Летом 2022 года российская армия пыталась вернуть танкам былую безопасность. Впервые применила «Терминаторы» в реальных боях, отправив их на прикрытие наступающих подразделений. Произошло это при штурме Лисичанской и Северодонецкой агломерации. Они, по идее, должны были подавлять расчеты противотанковых средств противника. Однако после завершения данной кампании «Терминаторы» на долгое время пропали из информационного пространства, лишь изредка появляясь в единичных экземплярах на разных участках фронта. Причем похоже, что производство этих машин больше не планируется, несмотря на хвалебные комментарии военнослужащих. Вероятнее всего это связано с тем, что боевые машины поддержки танков оказались слишком дорогими и сложными, в то время как танки окончательно перестали ходить в атаку в классическом смысле. В настоящее время известно лишь, что оставшиеся образцы модернизируются, учитывая опыт боевых действий. В первую очередь получают дополнительную защиту. Следующим новейшим и крайне эффективным вооружением является инженерная система дистанционного минирования «Земледелие». Это крайне свежая разработка научно-производственного объединения «Сплав». Испытания данной системы были завершены в конце 2020 года. Во время отражения украинского контрнаступления летом 2023 года чуть ли не самую важную роль играли минные поля. Тогда и были впервые испытаны в тяжелейших боях системы «Земледелие». Они усугубляли ситуацию для украинцев, использовав тактику минирования траншей радиоуправляемыми минами. Собран комплекс на шасси четырехосного КАМАЗа и оснащен боекомплектом из 50 неуправляемых 122 реактивных снарядов. Они помещаются в контейнеры по 25 штук. Чтобы зарядить новый пакет, необходимо сам контейнер сменить на новый. «Земледелие» оснащается собственной метеостанцией, навигационной системой и электронной картой, на которую наносятся заминированные территории. Комплекс способен засеивать противотанковыми и противопехотными минами территории на дальностях до 15 километров. Устанавливаемые «умные» мины с сейсмодатчиками могут отличить шаги человека от бронированной техники. Причем одна из главных их функций — это дистанционная активация или деактивация всего минного поля, либо его частей по защищенному радиоканалу связи. Попав в такую паутину, выпутаться из нее практически нереально. В общем и целом, это незаменимая инженерная система для отражения наступления противника. Ни в коем случае нельзя обходить стороной гиперзвуковую ракету «Кинжал». Данный авиационный ракетный комплекс является первым серийно производимым гиперзвуковым оружием. Представляет из себя высокоточную аэробаллистическую ракету. Была впервые представлена в 2018 году. Комплекс создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. «Кинжал» способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной обороны. Ракета развивает скорость, в 10 раз превышающую скорость звука. «Кинжал» может оснащаться как обычной, так и ядерной боевыми частями, масса которых порядка 500 кг. Одно из главных преимуществ «Кинжала» заключается в том, что ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью. Боевой дебют «Кинжала» состоялся 18 марта 2022 года. Он поразил подземное хранилище украинских ракет, расположенное в горной местности в Ивано-Франковской области. К настоящему времени применение данных ракетных комплексов стало обыденностью. Сбить ни самолет, ни ракеты натовские зенитно-ракетные комплексы не могут. Однако американцы предупреждают украинцев об угрозе каждый раз. Безусловно, гиперзвуковое оружие — это одно из стратегических преимуществ вооруженных сил России. Некий хирургический инструмент для болезненного, но не фатального удара. Войны не выигрываются супероружием. Главную роль до сих пор играет артиллерия и пехота. Следующим будет не просто новое, но и крайне мощное вооружение. Это тяжелая огнеметная система ТОС-2. ТОС-очка. Разработало это грозное оружие Тульское научно-производственное объединение сплав. Причем фактически с нуля. Впервые ТОС-2 показали в июне 2020 года. Однако со временем эту огнеметную систему начали дорабатывать. В первую очередь было решено отказаться от гусеничного шасси в пользу колесного. Эта мера повысила подвижность и мобильность боевой машины, а также сократила стоимость производства и эксплуатации. Пусковая установка выполнена в виде пакета с трубчатыми направляющими на станке с возможностью наводки в двух плоскостях. Трубы помещены в трех горизонтальных рядах по 8 единиц. ТОС-2 использует реактивный снаряд с термобарической боевой частью и повышенной дальностью стрельбы до 15 километров. Экипаж располагается в кабине автомобильного типа с противопульным и противоосколочным бронированием. ТОС-2 получила современную цифровую систему управления огнем, оснащенную всеми необходимыми средствами. Впервые об использовании данного вооружения на украинских фронтах стало известно в конце октября 2023 года. ТОС-2 имеет крайне опасный эффект на пехоту даже в укрытиях. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака. Это облако может проникнуть в любые проемы зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично. Затем второй заряд поджигает облако, в результате чего образуется огромный огненный шар. Мощная взрывная волна и вакуум поглощает весь окружающий кислород. Данное вооружение, как и другие российские тяжелые огнеметные системы, являются для украинской армии приоритетной целью. Обязательно стоит рассказать и о самоходной артиллерийской установке «Мальва». Разработал данную самоходку научно-исследовательский институт «Буревестник», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Причем испытания были завершены в октябре 2023 года. Отличительной особенностью новинки является автомобильное шасси с колесной формулой 8х8, производство Брянского автомобильного завода. Это дает «Мальве» важное преимущество. Отстрелявшись по целям, самоходка успевает уехать до того, как противник нанесет ответный удар. «Мальва» вооружена 152-мм гаубицей, заимствованной у гусеничной самоходки М-100С. Как и у некоторых гусеничных самоходок, орудие «Мальвы» установлено открыто. Расчет артиллерийской установки, сидящий во время марша в бронированной кабине, в ходе боевой работы не защищен броней. Это сознательный выбор, так как было необходимо снизить массу машины до 32 тонн, в угоду мобильности. Их ценность заключается в том, что на «Мальвах» можно строить тактику кочующей артиллерии. Самоходка способна поражать цели на дистанции 24,5 километров. Скорострельность до 7 выстрелов в минуту. Возимый боезапас составляет 30 снарядов. По точно подтвержденной информации, первые самоходные артиллерийские установки «Мальва» применялись в июне 2024 года, во время захода российской группировки «Север» в Харьковскую область в районе Волчанска. Как показала практика использования аналогичных натовских установок, «Мальва» станет крайне полезной для российской армии. И во многих моментах даже незаменимой. Не стоит забывать и совершенно новое открытие украинского фронта. Это зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь». Это комплекс противовоздушной обороны средней дальности, предназначенный поражать всю номенклатуру летающих целей, в том числе на низких высотах. Разработан концерном «Алмаз-Антей» и принят на вооружение в 2020 году. Максимальная дальность поражения — 60 километров, высота — 30 километров. Время развертывания системы в боевое положение — около 5 минут. Первое задокументированное использование зенитно-ракетного комплекса С-350 произошло в начале июля 2024 года. «Витязь» эффективно борется с американскими оперативно-тактическими ракетами «Атакамс», а также британскими и французскими крылатыми ракетами воздушного базирования, то бишь «Шторм Шэдоу». При этом один комплекс способен отразить массированную атаку, поскольку одна пусковая установка содержит 16 ракет. Это выгодно отличает «Витязь» от других зенитных комплексов, так как одна установка способна обеспечить залп, равный работе дивизиона С-300. Ну и в заключении обязательно стоит рассказать о суперэффективном средстве поражения. Это управляемые модули планирования и коррекции для авиабомб. Авиабомба — это оружие, весьма нелюбящее привлекать к себе внимание. Момент сброса за несколько десятков километров от цели отследить весьма проблематично, ведь она не имеет теплового следа, не выдает радиолокационных импульсов, да и эффективная площадь рассеивания у бомбы крайне низкая. Ввиду того, что Украина имеет довольно серьезную противовоздушную оборону, превращение старой авиабомбы в высокоточное оружие является логичным ходом событий. Комплект для переоборудования планирующих бомб включает в себя выдвижное крыло, которое крепится к корпусу бомбы, а к хвостовой части прикреплено V-образное оперение. Спереди устанавливается закругленный обтекатель. Управляемый модуль планирования, по сути, может превратить древнюю авиабомбу в аналог крылатой ракеты, только с гораздо более мощной боевой частью. Она способна разрушать мощные укрепления, против которых бессильная артиллерия калибра 152 мм. Основными носителями планирующих авиабомб стали хорошо зарекомендовавшие себя бомбардировщики Су-34. Первые подтвержденные сведения об успешном применении управляемых модулей планирования появились в октябре 2023 года. Это были окрыленные авиабомбы ФАП-500. Затем научили летать ФАП-1500. А с июня 2024 года в ход пошли и ФАП-3000. Более того, началось применение новейших боеприпасов Д-30СН. Эти средства поражения имеют дополнительный двигатель, благодаря чему обладают большей дальностью действия. Фугасные авиабомбы различных калибров до сих пор являются серьезной проблемой для украинских подразделений. Не забудь при желании поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти. Бонусом ты получишь эксклюзивные видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс.Дзен. И про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Харддастер. Всем мира и процветания!